Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости канала. Предлагаю вашему вниманию статью под названием «Взлет Беркута». Статья написана в пятницу, 13 января 2023 года. Итак, начинаю. А начинаю я со следующего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Для гарантированного получения моего ответа на ваши вопросы и просьбы, пользуйтесь донатами. Ссылка на них под каждым видео. Остальным тоже буду отвечать на померенах хождения свободного времени. С моими книгами можете ознакомиться на блоге, ссылка под каждым видео. Также буду признателен, если поддержите канал в меру своих возможностей с помощью все тех же донатов. А теперь по теме. Несколько дней назад я закончил писать книгу, которая называется «Взлет Беркута». А еще раньше закончил писать книгу «Амплуальные законы ведения игры». Но об этом чуть позже. Начну я свое повествование вот с чего. Я уже об этом говорил неоднократно, но полезно будет еще раз повторить. Ко мне обращается ежедневно несколько десятков футболистов и тренеров. Для тех, кто не услышал, повторю. Ежедневно у каждого свой вопрос, своя проблема, своя нерешаемая на первый взгляд задача. И все вопрошающие хотят получить от меня ответ. И не просто ответ, а развернутый ответ. Теперь вопрос у меня. Где мне найти время для ответа всех вопрошающих? Может быть подскажете? Я пишу книги, у меня есть ученики, как футболисты, так и тренеры. Правда ученики бывают у меня далеко не всегда. Но тем не менее, меня захлестывают бытовые проблемы. Ко всему прочему, война не добавляет комфорта в жизнь, когда часто отключают свет и есть возможность работать с компьютером всего несколько часов в день. Я не всевышний, чтобы растягивать или сжимать время в сутках. Оно у меня такое, как и у всех. А сейчас, когда война в несколько раз меньше, чем у каждого из вас, следовательно, далеко не всем могу помочь. Некоторые, задав вопрос по вайберу или ватсапу, или по почте, не получив ответа, посылают сообщение в виде знака вопроса. Мол, где ответ на мой вопрос? Есть два варианта гарантированного получения ответа от меня. Первый, бесплатный. Это когда вы задаете вопрос, ответ на который требует от меня выбора. Да или нет. Мне несложно отправить вам несколько букв. Но если вопрос, скажем, такого рода, расскажите, какие финты применять на скорости, а какие на нулевой скорости, или подскажите, как научить ребят видеть поле, или проанализируйте распорядок моего дня, то, ребята, знайте, что я даже париться не буду в поисках ответа. У меня нет такого времени, чтобы вам ответить. Но если вы все же хотите получить ответ на вопрос, который вас волнует, прослушайте стандартное обращение к вам в начале каждого ролика, где я говорю о том, что донаты – это единственный вариант для получения гарантированного ответа. Почему вы цените свое время, но не цените моего? Никакой дядя мне денежку не приносит. Их я зарабатываю, пусть редко, но зарабатываю. Для чего необходимо иметь время? Теперь о стоимости книг. Она уменьшилась. Книги для футболистов с 7 евро до 5 долларов. К этим книгам относится и новая, недавно написанная книга «Амплуальные законы ведения игры». Пакет упражнений подешевел значительно. Теперь он не стоит 50, а только 20 долларов. Несколько слов о книге «Амплуальные законы ведения игры». В этой книге вы узнаете, как действовать на футбольном поле не только вингеру или фланговому нападающему, но и всем остальным футбольным амплуа. Вратарю, центральному защитнику, фланговому защитнику или вингбеку, центральному полузащитнику или спайдеру, центральному нападающему. Эта книга полезна прежде всего для футбольных тренеров. Но и футболистам она будет очень интересна. Эта книга тоже стоит 5 долларов. Главная книга всей моей деятельности в футболе, которая поможет любому тренеру смотреть на Тухеля, Клопа, Гвардиолу, Мауринио, Мончини, Канте и других, сверху вниз, как имела высокую цену, такое и осталось. Это дело принципа. Чуть не забыл сказать о следующем. Где-то год назад я выкладывал вам ссылку на приложение андроида, где можно было бы заполучить на экране два разных цвета, которые через определенное время менялись. Сейчас этого приложения уже нет. Но автор приложения, Антон из Германии, усовершенствовал его, где уже есть четыре цвета и другие улучшения. Ссылку на это приложение андроида я разместил под роликом. Для тех, кто не в курсе, скажу, что такое приложение позволяет развивать способность принимать решения до приема мяча. Также развивает периферийное зрение. Рекомендую. Книга «Принципы в футболе» – это вешки, расставленные по краям дороги на вашем пути к успеху. Благодаря содержанию этой книги с пути вы точно не собьетесь, уважаемые футболисты и тренеры. Эта книга, так же как и другие, стоит 5 долларов. И еще. Книги, которые я написал ранее, как-то мною забылись. Но уверен, что для молодых тренеров они будут интересны и полезны. Посмотрите на экран. Вот эти книги. Каждая из этих книг стоит всего 2 доллара. Кроме двухтомников «Футбольный мастер», два тома которого стоят по одному доллару. А теперь вернусь к главной теме – содержанию книги «Взлет Беркута». Беркут – это название футбольного клуба и его главной команды. Весь мой канал, его многие сотни роликов – это не что иное, как обоснование реальности создания мастер-команды. Команды, с которой ни у кого не возникнет желания сыграть, даже у сборной мира. Но сколько бы я ни говорил, сколько бы ни убеждал, насколько бы я ни был логичным и здравомыслящим, все равно мои убеждения не доходят до подавляющего большинства по очень простой причине. Все как обезьянки смотрят на мировую футбольную элиту, у которой ничего подобного не получается. А если так, то почему у этого чудака может получиться, если у таких зубров, таких гуру, как Маурини и Гвардиола ничего не получается? Ведь их успехи эпизодичны, о чем все знают. Никому не нужна логика, всем нужен пример. Нет примера – нет ничего. Когда я это понял, то пришла в голову простая мысль – материализовать такую команду и технологии ее создания литературно. Сделать так, чтобы такую команду, ее успехи, путь к ее триумфу можно было бы пощупать своими руками, пропустить через свое сознание. В книге рассказывается о войне с Федерацией, о службе безопасности команды, которой тоже доставалось. Ведь эта война – это смертный бой, так как тот, кто проиграет, бесславно уходит в аналы истории. Это война старого, закостенелого и нового реформаторского. Насколько мне это удалось, судить не мне, а вам. В книге 214 страниц чистого текста, плюс разные фотки на футбольную тему, которые добавили к объему книги еще около 40 страниц. И хотя эта книга суперполезна для тренеров, ее я решил не оценивать высоко. Она стоит тех же 5 долларов, что и книги для футболистов. Кстати, книга «Вечно бриллиантовая» я тоже буду продавать за 5 долларов, если, разумеется, кто-то будет покупать. Книга «Отдаем ребенка на футбол и как стать чемпионом» по-прежнему бесплатной и могут быть получены после озвучивания мне просьбы о ее пересылке. У меня все. Пока. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, комментируйте. Впереди вас ждет очень много интересного, неожиданного и эксклюзивного. Субтитры делал DimaTorzok